Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И поэтому те, кто начинает это потихоньку понимать, те со временем будут отходить. И вот мне стала известна информация о том, что возник прецедент такого. Я не буду говорить, конечно, имен, но уже известны несколько случаев, когда люди просто смывали с себя вот этот духовный сан и просили, чтобы преди к ним так не относились, как в жерецам, Балхуам, Бедуна. Они сохранили духовное развитие, сохранили свое движение в славянском духовном направлении. И как раз таки этот отказ от таких регалий, это был показателем их личностного духовного роста. То есть возник прецедент, а это значит, что вот такой процесс он будет набирать потихонечку обороты. И к чему это приведет? Это приведет к тому, что все больше людей будут отказываться от этих духовных санов, которым они не соответствуют. Другие будут упорствовать в этом, поскольку у них внутренняя есть потребность в самореализации и в каких-то регалиях. Часто это говорит о внутренней неуверенности в себе. Ну и есть люди, которые будут пытаться совместить это. То есть они будут, сохраняя свои вот эти духовные регалии, будут искренне стремиться соответствовать данному высокому стандарту. Но в любом случае возник прецедент, значит, как говорится, знаете, лед тронулся в этом направлении, уже заметны значительные подвижки, значительные улучшения. Потому что ранее мне не были известны подобные прецеденты, тут такой прецедент мне стал известен. Значит, лиха беда начала. Это хороший светлый процесс. Так что просто хотел поделиться с вами вот этой радужной вестью. Это, безусловно, это большое продвижение вперед. Итак, сегодня наша тема следующая. Это взаимосвязь славянства и эзотерики. Мы с вами разберем вот эту тему. Взаимосвязь славянства и эзотерики. Мы с вами попробуем затронуть и разобраться, что собой представляет эзотерика в целом как направление магии, что собой представляет как направление, какая взаимосвязь синеологии, парапсихологии и какое отношение славянствами ко всему этому. Исходя из этого, мы проведем сравнение между как раз славянским духовным направлением и эзотерическим направлением. Выявим сильные и слабые стороны в сравнении этих двух направлений. И дальше попробуем сделать прогноз на будущее. Как данные два направления между собой будут взаимодействовать. Будут ли они сближаться, будут ли они отдаляться, будут ли они конфликтовать между собой или будут они как-то сливаться воедино, гармоничным действовать или негармоничным. Попробуем дать ответы на этот вопрос. На вот эту группу, точнее, вопрос. Почему возникла актуальность данной темы, почему данная тема включена в курс славянского мировосприятия? Дело в том, что сейчас наметилась тенденция усиления взаимосвязи между эзотериками и славянами. То есть, именно я имею ввиду эзотерики как представители вот этого эзотерического, магического направления с одной стороны и с другой стороны славяне. Те, кто развиваются в славянском духовном направлении, в славянском духовном направлении. Как они между собой начали взаимодействовать? Помните, я говорил, по-моему, на четвертом уроке, когда мы разбирали тему «История славянского движения». Вот там была как раз точка перехода, я говорил, примерно в 2000-е годы, когда произошло сближение как раз эзотерики с славянством. И многие эзотерики как раз пришли в славянство. И, вполне естественно, что славянство не представляло собой сильно, не имело сильных эзотерических наработок, то, вполне естественно, что такие люди произвели впечатление и сразу были возведены в разряд каких-то жрецов, полковод, ведунов, по той причине, что они действительно обладали определенным энергетическим, эзотерическим потенциалом, эзотерической силой, чего не было у большинства представителей славянского движения на тот момент. Давайте мы начнем вот с чего. Посмотрим, как возник эзотерический профиль в начале 90-х годов, если быть точнее, то там в конце 80-х, ну, это вот как раз такой попоротный момент, конец 80-х, начало 90-х годов. Что происходило? Вспомним. Параллельно, вот можно сказать, что эзотерический и славянский профиль стартовали параллельно между собой одновременно, примерно, в плюс-минус. Но они пошли изначально в совершенно разных профилях, в совершенно разных направлениях. Славянство, как вы помните, больше представлялось в 90-е годы такую общественно-политическую формацию, скорее идеологию, которую можно было бы использовать в политических соображениях в качестве такого антагониста, сдерживающего фактора по распространению христианства на славянских землях после уничтожения Советского Союза. То есть в 90-е годы, помните, была очень сильная связь славянства с национализмом, то есть вот с национальным таким вот профилем национального возрождения, и славянство использовалось как противовес христианству. Помните, мы это разбираем. И получается, что большее славянство имело вид такой, знаете, не структурированной общественной организации, которая распылена по множеству различных направлений. Был элемент реконструкции, где люди изучали, где различные исследователи, они изучали по каким-то материалам, восстанавливали славянскую духовную культуру, но как таковой духовный элемент присутствовал слабо. Это ступенька, которую надо было пройти, и эта ступенька на данный момент уже благополучно пройдена. Дальше уже это начало использоваться в культурном каком-то аспекте. Направление эзотерики пошло совсем другим путем. Как только вот этот, можно сказать, информационный такой барьер был разрушен, то вполне естественно, что в наше информационное пространство вплынуло достаточно много материалов эзотерической направленности. Самых разных таких вот толков, самых разных направлений, ветвей, естественно, что учитывая ту идеологию, которая была в советское время, и та литература, которая начала появляться, вполне естественно, что люди зачитывались этой литературой, и естественно, что многие вещи начинали как-то практиковать, применять. Очень сильно было движение парапсихологии как раз вот в 90-е годы, в начале 90-х годов. Было достаточно много парапсихологов. Тогда же сеансы спиритизма, многочисленные сеансы массового гипноза, вспоминаем Чумак, Кашпировский, вот эти вот все. Они, это вся плеяда вот этих, тогда же и астрологи начали появляться, помните, Павел Глобов. Вот они действовали в рамках вот определенного информационного поля. Их интересовало что? Их интересовала практика прикладной аспект. Прикладной аспект как с помощью вот каких-то экстрасенсорных возможностей, как их в себе развить для того, чтобы достичь какого-то конкретного результата. И опыт 90-х годов показывает, что, ну в общем, те, кто стали на позиции экстрасенсорики в 90-х годах, поторопились. Поторопились с применением данных технологий. Вот если мы берем статистические данные, которые вот предоставлял, конкретно я эту информацию получил от Ингуара, киевского черного мага, вот в его материалах прозвучала такая фраза, ну не фраза, а статистика, которую он собирал, что 50% тех экстрасенсов, которые начинали действовать активно в 90-е годы, уже ушли в мир иной. Еще 25% постигло очень серьезные проблемы со здоровьем, вследствие чего они прекратили свою деятельность. Осталось на плаву только 6%, которые и то активно не действуют так, сбавили обороты. Остальные ушли, поскольку понимают, что что-то было не так. То есть поторопились, и это привело к плачевным результатам. Очень много летальных исходов было среди как раз таки представителей парапсихологов, экстрасенсов, вот этих вот различных эзотерических направлений. В 90-е годы очень силен был, была как раз вот эта популярность вот этой вот эзотерической литературе, она, вот те люди, кто ее изучали, считали себя чуть ли не избранными, какой-то вот такой вот кастой, замкнутой группой людей, которые могут воспринять подобную информацию, и поэтому вполне естественно, что они сами воспринимали себя как на шаг выше, на голову выше, на шаг дальше в своем духовном и интеллектуальном и личностном развитии. Вот естественно, что это привело тоже к определенной такой обратке. Славянство развивалось в это время немножечко в другом направлении, там усиливался именно культурный аспект. Да. И вот потом в 2000-х годах произошел контакт. И те люди, кто обладали опытом уже как раз вот в том числе и работы в парапсихологии, в экстрасенсорике в 90-х годах, они потихонечку перешли в славянство, и вполне естественно, что они перетянули часть вот этих знаний в славянскую духовную культуру. Естественно, что люди, которые базировались именно на культуре, вот именно в славянском направлении, они вокруг угла ставили культуру, а культура не дает такого вот сильного эзотерического потенциала, как это дает также экстрасенсорика, парапсихология. И эти люди вполне естественно произвели на них впечатление, и они, можно сказать, говорят современным языком, они интегрировались в славянский мир. И таких людей было достаточно много. Опять же, это не плохой процесс, ни в коем случае я не хочу, чтобы вы думали, что там мы тут здесь осуждаем. Нет. Мы просто анализируем, пытаемся понять причины, чтобы спрогнозировать, что будет дальше, в будущем. Шло время и в двухтысячных годах происходило распространение эзотерической литературы, в том числе и среди славян, именно среди представителей славянского направления. И в итоге сейчас бытовую магию начали использовать достаточно много представителей славянского мира, уже не жрецы, волхвы, ведуны или представители какого-то, ну так можно сказать, прослойки священнослужителей. Нет. Люди поняли, что потихонечку эзотерику можно использовать и в своей, конкретно в своей жизни для решения ряда вопросов. Естественно, надо умеюще подходить к этому всему делу. Ну, как это умеюще подходить? С соблюдением принципа энергоинформационной безопасности или, по-русски говоря, просто правильно подходить? Ну, вот этот момент мы с вами попытаемся сегодня проговорить, как можно совместить славянский и эзотерический профиль для того, чтобы не пошла обратно нам с вами обухом по голове. Как это было в 90-е годы с экстрасенсами и парапсихологами и теми, кто превращает данный профиль в простую, обычную забаву. Ну, я имею в виду битвы экстрасенсов там и всякое такое, знаете, где уже превращается в шоу потихоньку, высмеивается и доводится до абсурда и фарса. Давайте мы сейчас с вами разберем, что собой представляет магия в целом и эзотерика в... не в том плане, как она преподносится, а постараемся с вами ориентироваться именно на понятие правды. То есть, правда с точки зрения неологии это как раз энергоинформационная безопасность. То есть, определенный поведенческий шаблон, который помогает нам реализовать самих себя, достичь, ну можно сказать, выполнить свое жизненное предназначение, исследовать за своим путеводным клубочком и по жизни, и при этом не накормовать. Помните, на одной из тем я говорил вам, что культура есть результат творчества жеребцов. И получается, культура есть следствие упадка общества. То есть, культура представляет собой определенный... Мы культура, я в особенности традиция. Представляет собой набор определенных действий в определенное время, с сакральным, трепетным отношением к этим действиям, но значение которых люди не понимают. Стукаются яйцами на Пасху, ну и стукаются. Слушай, все так стукаются, так принято. Что там закладывается? Ну, сейчас большинство людей, кто следует этой традиции, они не знают, что там закладывается. Более того, они вредят себе этим. Сильно вредят. Потому что по этой традиции то яйцо, которое треснуло, его не надо есть, его надо выбрасывать. А есть надо то, которое осталось цельным. А сейчас стукнулись, стукнулись хорошо, ну и потом все яйца попили и все съели. Тот человек, который, если мы возьмем чисто с энергоинформационной точки зрения, тот человек, который съел яйцо, которое осталось целым, он усилился. Но тот, который съел яйцо, которое треснуло в результате стуканья, он сам себе хуже сделал, он сам себя ослабил. Потому что это символ столкновения как раз добра и зла, где добро побеждает, а зло это естественно, что по закону симпатии... Помните, я упоминал этот... Или я не упоминал? Не упоминал разве? Симпатия это не привлекательность, а это термин магический, эзотерический. Это перенос качества одного объекта на другой силой воли человека. То есть человек может симпатически связать, допустим, человека и его фотографии. И воздействие на фотографии он оказывает воздействие на человека. Он может связать человека и, скажем, куклу, которую он сделал, он связывает... Ну, это как принцип в воду, они работают по этому же принципу. Связали симпатически человека с образом куклы воздействие на человека, на куклу, точнее, идет воздействие на человека. То же самое и здесь. Яйцо, которое цельное, симпатически связывается с мудростью и силой, с правдой. А яйцо, которое треснуло в результате стукания, ну, симпатически на него переносится качество кривды и невежества. И человек, который берет и ест это яйцо, естественно, что он напитывается кривдой и невежеством. Понимаете? Мелочь. Мелочь. Но это то, к чему приводит бездумное следование традициям. Неважно, каким это, христианская ли эпоха, эпохи двоеверия или славянской эпохи. Без разницы. Если человек бездумно следует традиции, то если эта традиция, эти действия традиционные, если они действительно безопасны с энергоинформационной точки зрения, человек несет пользу. А если нет, он нанесет себе вред и даже не поймет. Вот поэтому, помните, культура и традиция есть результат творчества жрецов. Как раз тогда, когда люди уже утратили способность эмпатийного, чувственного восприятия. И, получается, у них возникла потребность просто следовать каким-то традиционным действиям или передавать из поколения в поколение какие-то культурные элементы, которые кто-то когда-то запустил и заложил в них, в принципе, энергоинформационной безопасности. Но в том-то и дело, что из поколения в поколение это можно потихонечку коверкать и внедрять туда элементы искажения. Чтобы люди со самыми светлыми и благими мотивами сами себе вредили. И при этом считали еще, что это великое благо. Как произошло, к примеру, с яйцами. Хорошая традиция, но надо же ее доводить до конца. Чисто из принципа экономии. Зачем яйца, если оно стукнуло, если оно треснуло, ну зачем? Это же продукт все-таки, за деньги купленные. Зачем добро переводить? Не же добру пропадательное, хай пузо лопное, как на Украине говорят. Ну и в дело его, то есть внутрь себя. Ну и в результате как раз на энергоинформационном плане они оказывают себе. В таком случае вообще яйца нельзя сочить? Нет, нет, нет. Смотрите, я же говорю, это древний ритуал, который восходит еще к древней дохристианской культуре. Стукнули с яйцами то яйцо, которое стало символом правды, которое осталось цельным. Либо его едят, либо вообще ложили на алтарь. Понимаете? То есть, если человек съест это яйцо, то он, получается, внутренне насытится. Допустим, если он вегетарианец на таком уровне, на котором он не ест яйца, то это яйцо можно положить на алтарь, но станет обережным. То есть, с помощью вот этого ритуала вот это яйцо становится талисманом. Надо понимать. И второе яйцо, которое треснуло, тоже становится талисманом, только, можно сказать, антиталисманом. Избавление от него символно означает, как раз через тот же закон симпатии, означает избавление от негатива, от невежества и кривы. То же самое, знаете, до сих пор сохранился такой принцип и в парапсихологии, даже просто в психологии. Где человек просто возьмет, скажем, вот он берет просто бумажку какую-то. И вот он начинает говорить, это не бумажка, это вот какой-то мой внутренний блок, какой-то внутренний там барьер, внутренний страх, неважно. Он эмоционирует по этому поводу, это не бумажка, это вот внутренне мой какой-то что-то там, что-то там, неважно. И потом он на пике эмоционального такого, эмоционального подъема, он разрывает эту бумажку в клочья и швыряет ее, скажем, мусорное ведро, и потом еще и выносит этот мусор. То есть, что происходит? Он отрабатывается, ну, в свое внутреннее через внешнее. То же самое и здесь. Только кто-то когда-то заложил по принципу, стукнули с яйцами. Значит, то яйцо, которое сильное, то, которое всегда побеждает, это правда. То, которое проиграло, это криво. Съели это яйцо, которое, яйцо правды, можно сказать, насытились правды. Съели яйцо треснутое, насытились кривды. Все просто. Понимаете, все просто. Культуре, как раз таки, я к чему хочу вас подвести, к культуре предшествовала магия. Культура возникла тогда, когда общество перестало осознанно работать с энергоинформационным планом. И сейчас до сих пор многие люди стремятся вот к духовному такому развитию через магический путь. Они могут даже годами идти по магическому пути, но они не знают, что такое магия. Вот элементарно. Почему люди сейчас массово ломанулись в это направление, иначе как только такое глагол приходит на ум, именно ломанулись туда, сломя голову. Мы это сейчас проговорим с вами тоже подсознательные аспекты, почему так произошло. Это опять же стремление та же психодинамика, кто был ничем, тот станет всем. Вот сохранение данной психодинамики в этом направлении привело к тому, что люди массово бросились изучать эзотерику. В то время как для них это опасно, это обезьянность граната. Так вот, магия предшествовала эзотерике, культуре. Таким образом, не было потребности в просто следовании чему-то одному без понимания смысла и содержания. Не просто стукаемся яйцами, потому что так стукались и деды, и прадеды, а потому что мы стукаемся, мы закладываем в это определенный смысл. Мы знаем, что закладывали, и мы тоже это будем закладывать, и с помощью такого простенького ритуала мы меняем свою жизнь к лучшему. Вот и все. Получается, что на каком-то этапе духовного развития человек начинает активно поддерживать родную культуру. Потому что он радеет за свою культуру, радеет за свою отчизну, за свою державу, за свой народ, за свой род, в конце концов. И он отождествляет все это с культурой. Но потом он начинает понимать, что культура не дает ответы на многие вопросы, она дает больше вопросов. В поиске ответов на эти вопросы, которые заложены в культуре и традиции, человек уходит в эзотерику. Он уходит в магию. Он уже начинает с позиции энергоинформационной безопасности оценивать, и вот тогда он уже начинает понимать, почему именно такие действия осуществляются. Почему считается, что две ночи, чтобы счастье свое не проспать, нужно две ночи в году не спать? Это купальскую и халядную. И в это время загадывает желания, которые непременно сбудутся. Почему именно халядную, почему именно купальскую? Начинает вычислять, потом начинает понимать, что ага, там еще и искажения какие-то были. Почему молодожены становятся нарушник во время свадебной церемонии, которые сами уже вышивали? Начинает анализировать, и потом начинаются выявляться искажения определенные. Это, кстати, чтобы вы знали, раз уж речь зашла, это элемент растаптывания своей родной культуры, своей родной древней традиции, своих родных устоев и правил. Рушнику не место на полу, и тем более на нем не стоять, потому что рушник всегда ассоциировался с чем-то святым, с чем-то возвышенным. Рушник был на столе, либо под хлеб, под каравань, но никак ему не место под ногами. Это как принцип, знаете, когда победители топчут вражеский флаг, это тоже символный такой элемент. Так же самое элемент того, что вот именно супруги должны во время свадебной церемонии потоптать ногами рушник. Это было внедрено. Как это, вот на основе чего делается такой вывод, в том числе и мной? А элементарно, с точки зрения энергоинформационной безопасности. Если мы смотрим дальше свадебные церемонии, вот этот свадебный опряд, то он называется бракосочетанием. То есть сочетание браком в нашей родной культуре, традиции, в нашем славянском направлении брак – это браковка. То есть это обертка без содержания. Человеку, чтобы вступить в брак, ну надо определиться, либо это брак, либо семейный союз. И вот получается, что вся свадебная церемония, если разобраться с точки зрения энергоинформационной безопасности, да и современные правила празднования свадеб тоже, современные стандарты с выкупом невесты, с похищением невесты – это все чисто идет принцип брака, а не семейного союза. Именно брак. А вполне естественно, что брак – это выпадение из нашего рода. Брак – это юродство, говоря по буквице. И получается, что символьным элементом это является то, что супруги становятся и топчут ногами рушник. То есть это они сами топчут родное наследие свое. Вот что закладывается в этом. Это элементарно можно вычислить, если владеть базовыми знаниями по энергоинформационной безопасности. То есть знаниями, которые раскрывают и неологи. И вот получается, человек начинает интересоваться, и тут он понимает – ага, в той культуре, которую он считал родной, близкой, и своей святыней в нее внедрены искажения. А он и не знал. И дальше ему предстоит сделать нелегкий выбор. Помните, я говорил об этом на одном из предыдущих уроков. Либо следовать культуре и традиции, либо следовать правде. Это, я понимаю, конечно, это неприятно слышать по той причине, что многие отождествили эти понятия. Следуем культуре – значит следуем правде. Но не всегда так. В культуру внедрены искажения. И вот как раз таки следование правде – это путь выявления кривды. А выявить кривду поможет энергоинформационная безопасность. Раньше люди, вот в 2000-х годах, когда были сильные и были активные достаточно такие яркие деятели, личности, люди обращались к ним за советом. А вот как вот это, как вот это. И они занимались как раз таки жизнеречением, то есть классическое, жреческое. То есть предназначение жрецов – заниматься жизнеречением. Они растолковывались с позиции энергоинформационного обмена, что полезно и безопасно, а что вредно и опасно, за что потом пойдет какая-то обратка. И вот тогда получается, что в 2000-х годах как раз славяне и эзотерики нашли друг друга. Нашли друг друга в каком плане? Они гармонично дополнили друг друга. Славяне восстанавливали культуру, а эзотерики могли проанализировать эту культуру с позиции энергоинформационного обмена. И они потихонечку начали становиться жрецами – молхвами, ведунами. Но проходит время, уже время прошло, 2000-е годы пролетели, и сейчас знания по энергоинформационному обмену стали доступны каждому. И получается, что славяне вступили в тот этап своего духовного развития, вот славянский мир, где каждый человек стремится и у него есть такая возможность ориентироваться в принципах энергоинформационной безопасности. И уже если раньше люди массово бежали к жрецам, волхвам, ведунам за советом, то сейчас люди сами пытаются найти ответ. Я вам хочу сказать, это очень радужный процесс. По той причине, что иждивенчество, которое было в 2000-х годах, ему тоже надо было пройти. Эта стадия уже пройдена теми кто двигается дальше. И теперь люди сами стараются анализировать, сами изучать, сами пропускать через фильтр своего собственного эмпатийного восприятия чувств для того, чтобы как раз выявить элементы искажений. Если мы запустим, как раз вот пойдем обратно, запустим обратный отчет и пойдем вглубь веков, то мы поймем, что культура, опять же, да, она была особенно искусственной, ей предшествовала как раз таки магия. Что есть магия? Многие из тех, кто занимается магией, даже не знают, что это такое. Я общался с ними, и многие общались, и с вас в том числе. Обратите внимание, они не знают, что это такое. Магия есть прикладная теология. То есть прикладной аспект богословия. Получается, это взаимодействие с родом пращуром напрямую через практические действия, через практику. Вот что такое магия. Многие говорят, вот магия это работа с энергиями. Ну, конечно, слышали звон, безусловно, в этом что-то есть, в этом утверждении. Но ведь все в нашей жизни есть энергия. И человек не может не работать с энергиями. Если я говорю, произнесенное слово это энергия, мысль это энергия, движение это энергия, шаг это энергия, взгляд это энергия. Все есть энергия, все есть информация. Энергия разной степени уплотнения. То есть человек не может быть вне энергии. Вот, если это осознанное управление энергиями, хорошо, можно согласиться с этим. Но не просто работа с энергией. Вполне естественно, что если маг стремится добиться успеха в своих действиях, ему необходимо досконально изучить, как это работает. Чтобы не получилось, это как элемент такого сельского, знаете, народного колдовства, когда люди просто делают какие-то действия, они знают, что это работает. Почему оно работает, Бог его знает. Они знают, что такой-то лунный день, надо выйти туда-то, сделать то-то и будет результат. А почему так происходит? Ну, их так учили. Знаете, вот это вот, как раз традиция передачи знаний по наследству, обычно вот, по женской линии в деревнях она достаточно сильна. Но сейчас есть возможность осмыслить, сейчас есть возможность понять, как все это работает. Как именно осуществляется запуск намерения в материализацию. Почему именно так? По каким принципам все это работает? Не просто потому, что вот так сказали, надо вот так брать и делать, а именно осмысление. Осмысление работы с энергией автоматически приводит к тому, что люди перестают следовать культуре и традиции и начинают двигаться самостоятельно, беря ответственность на себя. В культуре, обратите внимание, очень удобно находиться по той причине, что люди не берут ответственность на себя. Почему? Мы так делаем, потому что все так делают. Стукаемся яйцами, потому что все стукаются. Становимся ногами нарушник, потому что все становятся. И взятки гладкие. Мы часть этой культуры, мы ее представители, мы ее носители, поэтому все. Вот это культура такая. То есть это на данном этапе духовного развития представителей славянского мира, это уже не удовлетворяет запросы людей. Поэтому люди начинают фильтровать свою собственную культуру. И те люди, которые еще стоят на том уровне осознанности, что надо возрождать именно культуру, именно традицию, воспринимают вот этих вот людей, которые пропускают ее через фильтр энергоинформационной безопасности и корректируют ее по собственному усмотрению. Они воспринимают их как отступника. А если там накладывается еще и конфессиональный стандарт, то это уже как еретиков начинают воспринимать. А если стандарт субкультуры, то это уже там, понятно, начинаются споры о том, о чем мы с вами говорили. На самом деле они же правы, те, кто пытаются это возродить? Они правы. На каждом уровне осознанности свое понимание представления правды. Главное не застревать слишком долго на какой-то ступени. И надо понимать, что с каждым новым витком осознанности взгляды человека меняются. И они могут даже поменяться на диаметрально противоположные. Это тоже нормальное явление. И на следующем витке спирали осознанности он может вернуться к этим же позициям, но на более глубоком уровне осознанности. И сейчас, вот как раз вы задали вопрос, и сейчас как раз таки наблюдается интересная тенденция. Многие люди из славянского мира массово уходят в эзотерику. И я вам хочу сказать, это правильно. На определенном этапе духовного развития в славянском направлении нужно от славянства отойти. Это естественный процесс. И я объясню почему. Потому что человек, ему кажется, что он отходит от славянства, а на деле он отходит от примитивного представления, о славянском. Он уйдет в сплошной вот эзотерический такой мир. Потом он переосмыслит все это и поймет, что окажется от славянства он не отходил. Он отошел от своего примитивного представления о славянстве. Он может отойти от этих терминов, от этих представлений. Он может перестать использовать понятия там род, пращур, лада, сварок. От славянских вот таких вот терминов, славянских древних исконных понятий на нашей буквице. Но это иллюзия того, что он ушел. Потому что это просто показатель того, что его прямая работа с Богом выходит на новый план. И вот как раз таки магия в исконном значении этого слова есть не что иное, как прямое взаимоотношение между человеком и родом, пращуром. Через жизнь. Непосредственно через жизнь. И более обстоятельно вот эту связь мы с вами разберем во второй части нашего сегодняшнего тревога. После перерыва. Продолжаем. Тема эта довольно емкая и вполне естественно, что одним занятием мы ее полностью не исчерпаем. Но я надеюсь, что какие-то ключевые, базовые моменты для самостоятельного осмысления взаимосвязи эзотерики и славянства вы получите. Мне хотелось бы сейчас с вами остановиться вот на каком моменте. Почему так много людей сломя голову бросились в эзотерический профиль, в эзотерическое направление? Причина одна. Это духовный поиск людей. Людей, которые не нашли себя. И у которых внутренне очень сильные комплексы. Очень сильные внутренние непроработанные моменты. И вполне естественно, что они, не понимая свое место в этой жизни, не понимая своей значимости, у них возникла потребность быть внутренне реализованными. И вполне естественно, что наши люди постоянно наступают на дни те же грады. Информационные грады, энергоинформационные грады. Это стремление из грязи в князи. То есть, из никого сразу во все. Кто был ничем, тот станет всем. И вот стремление осуществить быстрый, такой моментальный переход прямо снизу вверх. Самые верхи общества, маги, это же жрецы, это волшебники, чародеи, колдуны, это брахманы все. Это сословия брахманов, это варно ведающих людей. А они на данный момент внутренне закомплексованы, зажаты. Они не знают своего предназначения. Они не знают своей исключительности. Они не понимают своей исключительности. Каждый из нас исключителен. Потому что он уникален и неповторимен. И вот это стремление лихачить на поворотах, пролететь сразу несколько ступенек, привело к тому, что люди ломанулись в эзотерику массово. И сейчас у каждого в окружении есть по меньшей мере 2-3 человека, которые себя позиционируют как маги, колдуны, чародеи, экстрасенсы и так далее. Есть такое. И как можно разобрать эту психодинамику? Опять же мы с вами сталкиваемся с одной главной бедой нашего человека. Стремление получить все и сразу. И происходит классическая ошибка от слова «шибче». Вернее слово «шибче» из этого же корня. Как и в украинской швыкши. То есть ускорение, чрезмерное ускорение приводит к тому, что люди набивают шишки. Тем более, когда речь идет об эзотерике, нужно трижды подумать, прежде чем что-то делать. Изучать, пожалуйста, но делать. И что получается? Люди пошли в эзотерику массово. Вот такие вот, закомплексованные, зажатые, не понимающие своего места в жизни. Они пошли туда в надежде сразу же взлететь в сословия ведущих. Человек, который пойдет, который будет смотреть правде в глаза, он обратит свой взор внутрь себя и начнет думать и анализировать самого себя. Свой жизненный путь. Начнет чувствовать сам себя. Начнет познавать сам себя. Но он не будет стремиться лихачить на поворотах и сразу добиться высоких вершин. Он лучше будет вступать медленно, но уверенно. Помните принцип такой? Чем медленнее идешь, тем увереннее вступаешь. И тем больше наслаждаешься процессом движения. Умеренность в движении дает основательную проработку каждого шага, каждой ступеньки. Пока что наши люди не научились двигаться медленно и основательно. Им хочется лихачить. И поэтому они начали лихачить. К чему это привело? Это привело к тому, что такие люди начали сбиваться в группы. В эзотерические группы, которые между собой начали продолжение данной психодинамики. Им нужно было, поскольку люди не уверенные в себе, им нужно было признание. Это один из ключевых моментов. Не во всех случаях, безусловно, но... Просто надо исключить из этого правила людей творческих, художников или многих других, которым нужно признание. А вот эзотерикам нужно признание. Чтобы окружающие ему сказали, да, мы признаем тебя, ты великий маг, ты великий колдун, ты настоящий экстрасенс. Если у человека есть такая потребность, чтобы ему это сказали, это говорит о том, что он сам не уверен в том, что он таковым не является. 95% нынешних эзотериков не уверен в этом. Поэтому у них есть внутренняя потребность, чтобы им это сказали. Как это можно достигнуть? У них начинается сразу конкуренция, кто из них наиболее крутой, настоящий, продвинутый маг. Вполне естественно, что они сразу начинают позиционировать себя вверхах. То, что они достаточно мощные маги. И люди, которые как-то более закомплексованы, они начинают как-то вращаться вокруг них и ориентироваться на них как на светила. В результате это приводит к тому, что люди в стремлении получить признание себя как мага, они начинают подавлять окружающих, которые вращаются в этой же эзотерической группе. И они в итоге расходятся, раскалываются. И часто начинают даже так называемые астральные войны. Этот термин, который был введен, он до сих пор используется магами. Ну, магами настоящими я имею ввиду. Это как раз настоящие маги не участвуют во всем этом, понятное дело. Но это ролевая игра. Надо понимать, астральные войны это ролевая игра, где представители субкультуры магов впадают в иллюзию, что они воюют между собой с целью доказать друг друга, кто из них более крутой маг. Это звучит смешно, но тем не менее это происходит. И часто бывает так, что люди заигрываются в этом плане, что начинают действительно как-то запуливать какие-то вектора, которые искренне стремятся, чтобы по человеку долбанулы. Естественно, что долбят в первую очередь по ним сами. И более того, здесь есть такой подсознательный аспект. И подсознание будет блокировать все вот эти вот стремления навредить другому человеку, потому что подсознание стремится к тому, чтобы мы, ну как, стремится уберечь нас от многих ошибок. И вот здесь как раз таки распространение эзотерических знаний принесло колоссальный вред вот такой категории людей. Они ломанулись туда, в это направление. И по факту, если мы посмотрим, по факту они создали субкультуру. Надо понимать, сегодня существует субкультура магов. И это не отменяет того, что есть действительно мощные зубры, можно сказать, в этом магических технологиях, действительно мощные маги, которые, да, они есть, безусловно. Но подавляющее большинство, это люди просто неуверенные в себе и которые таким образом компенсируют собственные комплексы. Вполне естественно, что если они... Ну, надо понимать, что вот такая вот иллюзия, вот такая вот игра в этой субкультуре не приводит к отработке их внутренних комплексов. Они как были закомплексованы и зажаты, такие же они и останутся спустя даже 10 лет. Потому что они тот алгоритм. Они впадают в иллюзию. И поэтому надо понимать, что большинство из тех, кто ныне позиционирует себя как маги, эзотерики, это люди, которые просто... У них есть иллюзия того, что они такие. Потому что им не хватает собственной значимости. Ощущения собственной значимости. Поэтому стоит буквально вот чуть-чуть, ну как, даже случайно иной раз нажать на вот эту больную мозоль, что, ну как, действительно ли ты таковым являешься великим магом, эзотериком и все. И если эти люди взрываются и даже вам еще пытаются каким-то способом навредить, эзотерическим, там каким-то магическим, то из-за того, что вы нанесли им оскорбление в этом плане, усомнившись в их компетентности и в вопросах эзотерики, то это говорит о том, что человек не является магом. Настоящий маг так поступать не будет. Настоящий маг не будет бегать и кричать, что он маг, и всех в этом убеждать. Если человек бегает и убеждает, это опять же показатель собственной неуверенности. Если человек убеждает других, значит он убеждает сам себя через других. Это простой принцип. Поэтому надо понимать, распространение эзотерической литературы, эзотерических материалов дало этим людям иллюзию собственной значимости. Это не дало им значимость, это не дало им пользы, это дало им иллюзию. У них в сознании сформировался большой мыльный пузырь, что они великие колдуны. Но внутренние сомнения в этом осталось. И чем дольше они будут подпитывать эту иллюзию своими эмоциями, своими переживаниями, тем больнее им будет, когда наконец-то эта иллюзия рухнет. Она рухнет, безусловно, у каждого, кто создал себе вот такую иллюзию. Этот момент надо учитывать, когда мы говорим о магии. И когда мы говорим о взаимоотношении славянского мира с эзотерическим миром. Обратите внимание, вот следующий момент, который мне хотелось бы с вами проработать. С этим понятно, что субкультура эзотериков существует, субкультура магов. Это именно субкультура, не более того. Есть деревенские бабушки, которые там занимаются выкатыванием яйцом. Есть действительно компетентные люди. Есть настоящие маги, даже есть ордена. Целые ордена, которые хранят знания и технологии. Но подавляющее большинство эзотериков это просто закомплексованные люди. Если отличить настоящего мага от представителя эзотерической группы, можно проверив степень внутренней отработки блоков, зажимов, внутренних страхов, неуверенности в себе и все такое. То есть, если человек закомплексован, зажат, неуверен в себе, надо понимать, он объективно не может быть магом. По той причине, что, ну, я не знаю, даже зачем сравнить. Просто для того, чтобы он был магом, чтобы эти магические технологии работали через него, он должен быть разжат. У него должна быть высокая степень внутренней проработки, внутренних блоков и барьеров. Чем больше проработка внутренних вот этих вот моментов, тем сильнее, ну, тем сильнее сила, ну, тем мощнее сам маг, можно сказать, тем сильнее маг. Если он внутренне зажат, законность внутренней, если он даже не знает своего предназначения, не знает своего места, и при этом бегает всем и утвердит, что он маг. Ну, сами понимаете, перед вами просто человек, ну, несчастный человек, который, в принципе, нуждается в помощи даже элементарно психологу. Теперь, мне хотелось бы разобрать своими вот как. Вот что, степень взаимодействия славянского мира и мира эзотерического. Они между собой соприкасаются. Мы сейчас разберем тех людей, которые действительно, вот, действительно, у них есть какие-то способности к этому, у них есть, они действительно не страдают внутренними страхами, зажимами, блоками, барьерами. У них как-то это отработано вот это все на каком-то таком приемлемом уровне, чтобы технологии работали. Как эзотерики взаимодействуют со славянским миром? Я вам хочу сказать, они взаимодействуют со славянскими знаниями напрямую. Но они воспринимают славянство как одно из направлений. Я был крайне удивлен, когда нашел в одной из книг по черномагическим материалам, я нашел одно из ведических произведений, но написанных уже во время, после крещения, там, период двоеверия, Громник, одно произведение. Его издавали в перечне магических материалов «Черные маги» в Киеве. Наряду с... в этой же книге встречались там тексты, связанные там с богиней Штар, это богиня Вавилона, может помните. Это были определенные тексты, связанные с духовной культурой шумеров и многих других народов. Среди прочего были вот и славянские какие-то магические технологии. То есть, настоящие маги действительно изучают славянскую культуру наряду со всеми остальными, извлекая оттуда магические знания, магические умения. И я вам хочу сказать даже более того, магический аспект славянских наработок маги, эзотерики используют больше, чем сами славяне. Особенно, если мы берем вот до недавнего времени, по той причине, что славяне больше были зациклены именно на возрождении культуры. Сейчас эта ситуация начинает меняться. И надо понимать, если психодинамика будет сохраняться нынешняя, то славяне, все больше людей будут отходить от стандартов восстановления конкретно культуры и реанимации традиции. Они будут изучать, вот именно уходить в прямое взаимоотношение с родом пращуром через жизненные обстоятельства. И они поневоле, хотят или не хотят, но они станут на путь магов. На путь магов, настоящий путь магии, это путь прямого духовного развития через, воспоминаем тему третьего, кажется, урока, где у нас было устройство миров, когда познание человеком той части сверхвеликого абсолютного нечета, то есть той великой сокровенной тайны, которая, мироздание, которая есть в нем сама. То есть человек через, ну, то есть, можно сказать, человек становится на путь познания самого себя и действует именем рода пращура и во имя рода пращура. Почему многие экстрасенсы ушли на тот свет раньше времени? Они работали своей энергией, надо понимать. Они поняли, что у них есть возможность, скажем, исцелять с помощью рук. Они исцеляли до той поры, пока энергия не закончилась. Вот в этом-то и отличается, вот как раз ошибка 90-х годов, вот этих людей, которые поторопились, надо учитывать. Вот магия, как и колдуны, они призывают силы извне и этими силами работают. То есть они становятся пропускным, они становятся каналом, через который пропускается магическая сила. И, надо понимать, они осуществляют, ну, реализуют свои намерения не ради самих себя, не ради того, чтобы достичь конкретно вот каких-то жизненных ситуаций и как-то их, как-то исправить свое материальное положение, или там здоровье, или отношения, или что-нибудь еще, какой-то эсфер жизни. Нет. Это средство. Это средство, главная цель, это познание самого себя. Вот, познавая сам себя, человек, открывая все новые глубинные горизонты внутри самого себя, новые глубины, человек становится на путь как раз-таки истинного священнослужения, то есть он... Истинное священнослужение, это именно самопознание. Ничто так не способно... По степени значимости ничто не будет равно собственному совершенству. И вот поэтому как раз-таки с точки зрения, вот мы говорили в перерыве, с точки зрения энергоинформационного обмена, маг будет усиливаться, усиливать свои магические какие-то технологии, свои возможности, в том случае, если он занимается самосовершенствованием. Надо понимать, смотрите, человек сотворил намерение, запустил его в мироздание. И, если он просто ждет у моря погода, это знаменитая халява, которая, кстати, обратите внимание, слово не русская, и в славянской духовной культуре ее не было. А да, принято несено извне, это вот ожидание уманной небесной, как раз где все, оно само свалится с неба. То есть мы запулили вектора, и все, и оно само реализуется. Нет, оно не реализуется. Оно реализуется лишь в том случае, если энергия пойдет на реализацию данного намерения. Как мы можем дать энергию этому намерению? Мы можем сами дать энергию ему, но тогда у нас понизится собственный энергостатус. Ну, это не всегда разумно. Дело в том, что если человек хочет, чтобы его намерения по жизни реализовывались, ему нужно сделать очень сложную штуку. Постоянно совершенствоваться. И вот эта энергетическая, энергоинформационная разница между тем, каким он был и каким он стал, вот эта разница идет на реализацию намерений. Простой пример. Человек загадал желания, хочет, чтобы они реализовались. Чтобы оно реализовалось, ему нужно сделать что-то, чтобы самому стать на ступеньку выше. Ну, например, начать рано вставать. Или обливаться холодной водой. Например. Или стать на трезвый образ жизни. Ну, или что-то он должен стать лучше. В чем-то. Может быть, у него был внутренний страх. Он должен проработать этот страх. Он должен, вот, ничто так не способствует реализации намерений, как не просто действия по реализации данного намерения, но еще и конкретные действия по нашему собственному улучшению. То есть, вот разница, надо понимать, чем лучше человек станет, вот он, как бы, занимается самооттачиванием. Он оттачивает различные грани внутри себя. Он сам себя совершенствует. И вот, получается, когда человек, вот это, был, у него одно состояние было, стало другое информационное состояние. Изменилась степень вибрации, изменилось излучение, изменилась информация даже, которая вокруг него, на волне этой энергии, из него исходит. Вот эта энергетическая разница идет на реализацию его намерений. Если человек, каким был, таким остался и ждет, что его намерение реализуется, надо понимать, оно реализуется, но за счет его энергостатуса. А как раз-таки совершенствование, достижение результата какого-то, это усиливает энергостатус самого человека. Это принцип энергоинформационного обмена. Именно поэтому те маги, эзотерики, которые просто запускают вектора различных намерений, и они сами над собой не работают. Надо понимать, они, вот, если намерение реализуется, за него надо заплатить. Чем мы заплатим за реализацию намерений? Лучшая оплата, лучшая валюта, в кавычках, в данном случае, это собственное улучшение. Если человек что-то пожелал, и он не хочет, чтобы у него, вот, где-то у него прибыло, скажем, что, а где-то убыло, а компенсация все равно идет, ему надо стать лучше. В чем-то. Вот в чем-то он должен стать лучше. Стал он лучше, и тогда к нему прибудет с одной стороны, но не убудет из других сфер. Это главный принцип работы с эзотерикой. И вот по тому, насколько человек разбирается в эзотерике, можно судить даже по тому, насколько он следует данному принципу. То есть, постоянное стремление к совершенствованию. У человека есть слабое место. Надо проработать. Он взял, проработал. Разница между тем, каким он был, каким он стал, идет на реализацию намерений, и при этом от него ничего не убывает. Но если он, не совершенствуясь, запускает намерение, и оно материализуется, ему прибыло, значит, из других сфер произойдет отток. Вот. Чтобы уберечь себя от оттока, нужно совершенствоваться. Вот и все. Вот это принцип энергоинформационной безопасности при работе с эзотерическими и аналогическими технологиями. Подавляющее большинство эзотериков пока этого еще не поняли. Те, кто поняли, у них все идет достаточно хорошо, эффективно. Они проводят какие-то ритуалы, обряды, какие-то сакральные священодействия и достигают результата. Но они стараются работать над собой. Они идут прямым путем. Им, в принципе, без разницы, там, славяне они, или они не примыкают к никакому утечению. Они просто совершенствуясь, они просто становятся лучше. У них все получается. А те, кто ждут у моря погоды, послали они намерение, скажем, восстановить здоровье. Здоровье восстановилось, бабах, проблемы с деньгами. Послал он вектор, чтобы финансовое положение улучшить. Улучшается финансовое положение, бабах, проблемы в отношении. Ну и так далее. То есть, просто происходит перераспределение энергии, которую у человека уже есть. А ничто так не повышает энергостатус, то есть появление дополнительной энергии, как улучшение самого себя. Этой эсотерики пока что еще не поняли. Многие из них. Те, кто поняли, конечно, те двигаются дальше. Смотрите, мне хотелось бы еще какой аспект с вами разобрать. Опять же, эта тема бездонный колодец, и исчерпать всю тему, подробно осветить у нас возможности нет, бежим голопом по Европе. Сейчас происходит интересный процесс. Процесс, который является результатом сближения мира эзотерического и мира славянского. Этот процесс можно охарактеризовать словами, как славянизация эзотерических знаний. И такой процесс будет происходить и дальше. Я объясню. Часто среди представителей славянского мира можно слышать довольно-таки небезосновательные обвинения в адрес других направлений. Ну вот, духовных учений, национальных учений, что и вообще народов. Что другие народы присвоили себе наши знания. И начали ими активно пользоваться. И вполне естественно, что многие народы занимались собирательством знаний абсолютно отовсюду. И потом приписывали это своему народу. Здесь произошло по принципу то, что, знаете, царинку в чужом глазу видим, прям на в своем не замечаем. Ведь сейчас происходит процесс введения в славянские эзотерические наработки, чисто славянские эзотерические наработки. И туда происходит протягивание эзотерических наработок других систем, которые к славянскому миру не имеют прямого отношения. Я не являюсь противником данного процесса, наоборот, я являюсь его сторонником, и объясню почему. Опять же, с точки зрения наркоинформационного обмена, это принесет пользу. Простой пример, смотрите. Вы все знаете, что есть такая система духовной проработки, система целительства и гармонизации в целом, вот восточная система, это рейки. Ну или другое направление, тоже вроде цигун, они близки между собой. Что происходит, когда человек работает с системой рейки или системой цигун? Есть правило, куда мысль, туда энергия. Куда энергия, туда кровь. То есть, когда человек работает с восточной системой, он, с силой его души, его энергия идет на подпитку того народа, системой которого он пользуется. Это энергоинформационное правило. Если человек, допустим, взял и с помощью каббалистики, к примеру, себя, ну что-то в себе там отработал, к примеру, он энергию своей души, частью, направил на каббалистический эгрегор, можно сказать, туда, в сторону народа Ближнего Востока. Если он работает с рейки, значит, энергия направляется к китайцам. Вот почему те, кто знают законы энергоинформационного обмена, они стараются, для того, чтобы достичь благоденствия своего народа, они стремятся дать ему подпитку извне, со стороны других народов, и происходит так называемая культурная экспансия. Если люди занимаются восточными единоборствами, хотят они или не хотят, они энергию своей души дают туда, на Восток, в Японию, в Китае, в Корее, в зависимости от того, какими наработками они занимаются. Что происходит, когда происходит славянизация эзотерических знаний? Вот, допустим, взяли люди и вот эту восточную систему рейки переложили на славянский лад. И возникла система жива. Она вроде бы как параллельная, вроде бы как отличается, но суть у них одна и та же. Когда человек начинает работать с живой, которая представляет собой тоже рейки, обратите внимание, сила его души идет не на подпитку китайцев, а на подпитку славян. Это тоже естественный процесс. Таким образом происходит, смотрите, как интересно вообще, насколько интересен данный процесс. Те жрецы древности, которые понимали это, они не стеснялись брать другие системы знаний из других народов и перетягивать их в свой народ, давать свое национальное отображение, национальный аналог вот той системы. Почему? Потому что они знали, если этот народ будет пользоваться чужой системой, чужому языковому исполнению даже, то энергия будет уходить туда. А так они взяли, с этой же системой работают, но энергия идет на подпитку их же народа, их же родов. Знания, надо понимать, знания никому не принадлежат. Никому не принадлежит информационное наполнение мироздания. Человек может считать эти знания свыше, да, с этого информационного поля мироздания, но они ему не принадлежат. Он может ими пользоваться, да, но они не принадлежат. Ему так же, как интернет, не принадлежит ни одному интернет-провайдеру, который нам открывает доступ туда. Понимаете? Поэтому знания не имеют национальной окраски, надо это понимать. Есть знания рабочие, приемлемые, с помощью которых можно чего-то добиться. Есть знания, которые, ну, не вполне рабочие. Можно это вычислить, что они не рабочие, можно попробовать и убедиться, что они не рабочие. И вот начинается происходить интересный процесс, когда, ну, точнее, он запустился-то еще раньше, но сейчас происходит сближение. Сближение славянства со всеми вот этими вот эзотерическими наработками. И уже сейчас люди, поскольку они отходят конкретно от алгоритма возрождения культуры, их уже интересует нечто большее. Они прошли эту ступень. И теперь их интересует конкретное энергоинформационное взаимодействие. И, как раз до перерыва я говорил, что естественным является временный отход от славянства, точнее, иллюзия отхода от славянства. По той причине, что человек начинает интересоваться прикладными аспектами знаний, которые, как ему кажется, к славянству не относятся. А потом, когда он начинает понимать, что, в принципе, говорится там об одном и том же просто разными словами. И если мы дадим славянские названия вот этим вот принципам, терминам, просто поменяем терминологию, то и как-то присоединим вот эту систему знаний к нам, к нашему корню, то оно гармонично все будет между собой сочетаться. И оно будет работать. Простой пример, как это сделано, я просто приведу конкретный пример. Это было сделано вот в том же Асгарском духовном училище. Вся система пифагорейства была включена в славянскую систему знаний по предмету звезды и земли. И в итоге люди, работая с системой пифагорейства, просчитывая сами себя с помощью цифирий, они не направляли силу своей души вот на как раз вот тот корень. Помните, мы на арифметике говорили, что пифагорейство и каббалистика относятся к... Это одна система знаний просто в двух обертках. То есть, произошло включение системы пифагорейства в славянское энергоинформационное пространство. Причем гармоничное включение, которое не противоречит нашей системе, нашей нумерологии. В результате люди начали искать другие системы знаний, которые рабочие, без разницы славянского они корни или нет. Они начали интересоваться более глубинным, уже эзотерическим, духовным аспектом, энергоинформационным. И начали добиваться успеха. Нет у нас информации по коронии, по славянской иронической системе знаний. Ну, закрыто. Хорошо, есть футар. С футарком начали работать и добились результата. Нету, ну, скажем, не устраивает человека какая-то вот система каких-то гимнов обращений или что-то. Он берет восточную систему мантр с санскрита и добивается результата. А потом уже он приходит к осознанию того, что он побыл немножко в славянстве, потом побыл немножко в других системах, а потом начинает понимать, как елки-палки. Оно одно и то же. И вот происходит, опять же, процесс, который можно схематически обозначить, как уже знакомый вам образ. Два квадрата образуют кухню. Сливаются. И тогда возникает цельность. И человек понимает, что национальное, ну как, есть просто знание. А у каждого народа свое предназначение. И получается задача человека брать эти знания и использовать их для реализации своего предназначения. В принципе, без разницы в обертке какого народа он эти знания получил. Важно не это. Важно то, что он с этими знаниями будет делать. И вот как раз таки постепенно, если говорить о прогнозе на будущее. Прогноз на будущее следующий. Его элементарно вычисли. Будет происходить дальнейшее сближение славянского мира. Раз. И неолога. Два. Парапсихолога. Три. Эзотерика. Четыре мага. Пять. До той поры, пока они не сольются в одну единую систему. В один единый мир. Ну, вполне естественно, что берем сюда смежные направления. Там представители Анастасиевского движения. Ну, в общем, все это можно включить в направление славянского. То есть, будет происходить дальнейшее сближение. Но тогда люди столкнутся с такой интересной особенностью, что, знаете, каждый говорит на своем языке. Славяне используют славянские какие-то понятия. Родные нам и близкие. Парапсихологи свои. У них с иными модами часто разумеется терминология. У эзотериков свои понятия. Ну, и вот надо будет как-то причесать вот эту всю терминологическую базу. Допустим, то, что и парапсихологи скажут. У оператора и рецепиента произошел эмпатийный контакт. По-русски сказать, глаза их встретились и они почувствовали друг друга. Понимаете? Сказано одно и то же. Просто на двух разных языках. И как раз вот и неологи, парапсихологи используют больше научную терминологию. Экзо-сугестия, эндо-сугестия, эмпатия, ну, и рапорты, многие другие такие понятия. А есть славянские их исконные названия. То же самое энергия, информация, если мы берем, они не имеют прямого отношения к славянскому. Но затем все вот это вот сообщество перейдет на славянскую терминологию. И знаете почему? Не потому, что вдруг парапсихологи и неологи или там все остальные станут на славянские позиции. Нет. А потому, что когда продолжится исследование электрических импульсов, разрядов в головном мозге человек, то люди поймут, все поймут, кто еще не понял, что если давать славянские названия, старинные, исконные славянские названия каким-то понятиям, мозг реагирует на эти, понимаете, большей амплитудой вот этих вот электрических разрядов. Мозг реагирует больше. И как раз, помните, мы с вами разбирали и на буквице, и, по-моему, на мировосприятии тоже. Да, на одном из прошлых уроков мы коснулись этого, что язык сознания и подсознание когда-то был один. И вот язык подсознания соответствовал, можно сказать, тому языку, который получится, если мы электрические импульсы головного мозга переведем в звук. И вот комбинации этих звуков будут давать нам слова. В славянском языковом наследии терминологический аппарат, терминологическая база максимально приближена к изначальному проязыку основе. Это был язык магов и волшебников. Представляете, язык, в котором сознание и подсознание одинаково понимают сказанное. И вот тогда все это сообщество перейдет на изначальную терминологию. Во всяком случае, оно будет пытаться ее восстановить по той причине, что это открывает дополнительные возможности для опознания раз и для реализации своих намерений два. И данный процесс будет продолжаться. Слияние. И вот здесь обратите внимание еще такой момент. В этом слиянии, в этой более крупной общности, которая будет состоять из множества мелких, инологи, парапсихологи, эзотерики, славяне будут занимать очень важное место. Почему? Ведь сейчас они вроде как отстают по использованию эзотерических каких-то технологий. Конкретно технологий. Отстают. А вроде бы маги, эзотерики активно используют эти технологии. Но в том-то и дело, славяне, несмотря на все многочисленные изъяны, которые есть в современном славянском мире, славяне развиваются шаг за шагом в правильном направлении. Еще десять лет назад трезвые славяне, славяне стоящие на трезвых позициях, ну это был гадкий утенок. Считалось, что говорили все пьяное окружение, говорило ему, что это перебор, дружище. Чего ты в славянство не должно приводить к таким серьезным ограничениям? Ну что ты так резко-то с плеча рубить-то начал, на трезвые позиции встал, на руси всегда пили. Потом ба-бах, проходит какое-то время, и уже пьющий славянин считается исключением из правил. Сейчас трезвость в славянском мире это норма. А уже если человек выпивает, ну, значит человек просто развивается темпами, ну, как он, просто меньшие темпы его развития, можно сказать. И поэтому славянский мир идет уже на этой ступеньке, а он узнает. Потом, пять лет назад, вегетарианство считалось чем-то таким, из ряда многоходящим, что это, большинство мясоеды, а тут вегетарианцы начали появляться в славянском мире, и тоже начали говорить, ну, ребят, ну что вы, ну это перебор, зачем же так резко-то, зачем так категорично. Сейчас уже вегетарианство часто является, ну как, не то чтобы нормой, но сейчас уже, обратите внимание, в количественном соотношении мы возьмем, вегетарианцами сыроеды примерно одинаково. Эту стадию тоже потихонечку проходим. Те люди, кто пробуют вегетарианство, кто, ну, у кого откликается внутреннее вот его состояние, и физическое, и психическое, то те становятся на позиции вегетарианства, и таких людей становится все больше. Сейчас сыроеды появляются потихоньку. И психодинамика такая же. Все говорят, да вы что, ребят, ну это перебор. Ну, зачем же так? Сразу же, вот с плеча-то рубить. Видите, от этапа к этапу. Когда-то славяне и пили, и курили. Потом от спиртного отошли, перешли на следующую ступень. Потом отказались многие от курения, перешли на следующую ступень. Стали нормализовать свой режим питания. В результате отвалилось, что это бройлерное мясо, которое тоже очень вредно вы знаете. Прошли эту статью. И славянский мир развивается ступенька за ступенькой. Я вас уверяю, пройдет лет 10, и сыроедов будет примерно с вегетарианцами такое же соотношение, как сейчас вегетарианцы-месоеды. А мясоедов останется примерно столько же, сколько сейчас вебивающих людей в славянском мире. То сейчас трезвость это абсолютная норма. А если мы возьмем эзотериков, то они идут другим питанием. У них вот такого развития нет. Ну, вернее, оно слабо представлено. В эзотерике допускается, что человек может пить, курить, вести разгульный образ жизни, питаться, Бог знает как. И при этом он все равно является магом. Он все равно является эзотериком. И получается, что славяне в своем духовном, в степени духовных проработок, внутренних, они будут в этом новом объединении, более крупном, более широком, они будут стоять на несколько ступеней выше, чем представители эзотерического мира. Более того, когда они начнут пользоваться эзотерическими наработками, которые есть сейчас в мире эзотериков, но славяне их не используют. Вот как раз таки у славян эти технологии будут получаться лучше. Почему? У них большая степень внутренней проработки самих себя. Я вас уверяю, придет время. Ровный позвоночник в славянском мире, абсолютно ровный, идеально ровный, тоже станет нормой. Поставленный атлант на место, это нулевое шеяние позвонок, не знаю, тоже будет считаться нормой. Восстановленное зрение тоже будет считаться нормой. Потом будет следующий шаг, отсутствие всяких изъянов по здоровью, и это станет нормой тоже. Просто придем со временем. Обратите внимание, как славянство шаг за шагом развивается. Шаг за шагом. И одним из шагов на этом пути славянского духовного развития будет являться то, что люди массово начнут использовать магию в своей жизни. Магию как в исконном значении этого слова, как прикладную теологию. Если теология, богословие, то бишь, это теоретический профиль, то магия это профиль практически. Магия это проведенческий шаблон. И уже сейчас есть представители славянского мира, которые формируют, ну вернее не то, что формируют, они... Вот у них нету такой разницы между бытом и магической технологией. У них все, вся жизнь превратилась в сплошную магическую практику. Практику, где целью является самопознание, как форма истинного, искреннего служения роду пращуру, в познании Богом самого себя. А это и было, как вы помните, из третьего урока, причиной сотворения мироздания. То есть, Божий промысел, Божий замысел, это именно самопознание. И славяне идут шаг за шагом. А эзотерики? Нет. Эзотерики проходят сейчас ту стадию, многие из них, ту стадию проходят, которую славяне давно уже прошли. Просто эзотерики сразу попытались, сразу начали с использованием магических технологий. В то время, как славяне еще не дошли до них массово. Но когда дойдут, у них будет получаться лучше. Придет время, и в славянском мире нормой будет отсутствие внутренних страхов, комплексов, каких-то зажимов, блоков. То есть, произойдет полная отработка всех подсознательных вот этих аспектов, которые нас сковывают. А все это сковывает в том числе и в реализации человека на пути магическом. И со временем произойдет то, что магия станет доступной для всех, кто идет по этому пути. Обратите внимание, что сейчас я вам напомню, что развиваются далеко не все. Многие люди успешно деградируют. Ну, это, как правило, люди, которые вне вот этого широкого круга, который был очерчен. То есть, это люди, которые вообще ничего не слышали ни про славянство, ни про инеологию, ни про эзотерику. То есть, это обычные самые такие люди, и для них большим успехом будет являться, если они просто перестанут себя ликвидировать. То есть, если мы возьмем со всеми вот этими вот шишками, которые нагревал славянский мир, в целом-то он развивался правильно. И это приведет и славянский мир к расширению. То есть, произойдет славянизация эзотерических знаний, эзотерических технологий. По той причине, что если их славянизировать, то есть, дать им славянскую форму, славянское наполнение, обычной универсальной технологии, это значит подстроить данную технологию под реалии славян. То есть, под реалии нашего жизненного предназначения. Грубо говоря, если взять обычную эзотерическую практику, провести ее результат будет один. Если взять эту эзотерическую практику, включить ее в систему ценностей славянского мира, результат будет гораздо больше. Это проверено. Поэтому со временем люди перестанут зацикливаться. Вот есть славянские знания, есть китайские знания, есть там какие-то другие знания, индийские знания, скандинавские знания. Нет. Со временем придет понимание того, что знания, веды, это информационное наполнение мироздания, не вне национальной окраски. Есть славянская обертка знаний, славянская интерпретация знаний, есть индийская интерпретация, есть скандинавская интерпретация, китайская интерпретация и так далее. С учетом реалий жизненного предназначения вот той группы душ, которая известна как народ, конкретный народ. Китайцы или индусы, или славяне, скандинавы, без разницы. Без разницы. Но это группа родственных душ, которые развиваются в одном направлении. Они эту систему знаний интерпретировали под свое направление. В результате, что произойдет? Люди будут брать славянские, будут брать эти знания, скажем, индийского корня, или давайте китайского корня. Вот взяли, они пропустили это через фильтр, зная жизненное предназначение и особенности китайцев. Они вот эту обертку китайскую будут отдалять, брать само зерно и включать это в систему ценностей своего жизненного предназначения. То есть давать ему славянскую, ну как славянское наполнение. И тогда эта система заработает. И представляете, насколько мощным будет вот такой конгломерат, если мы соединим знания, которые есть в славянстве, знания, которые есть в эзотерике, в парапсихологии, в инеологии. И еще, если мы добавим сюда множество авторских духовных школ. Если найти цельность, найти единство всего этого, то человек будет, человек сможет достичь гораздо больше глубин в познании самого себя и в отработке своего собственного нележества, чем если он просто замкнется на славянстве как на национальном направлении. И вот тогда люди, кто будут идти впереди этого процесса, передовики, так сказать, в этом процессе, они будут образовывать что-то типа среднего такого, средней прослойки. Потому что до жрецов всем очень далеко. Сейчас по факту, ну один, ну два, ну несколько человек может соответствовать статусу вот самого жреца, волхва, ведунатора и так далее. Но со временем их влияние будет падать, и их авторитет вот этих вот людей, которые создали вокруг себя какую-то личность. Почему будет падать? По той причине, что по ним будет идти обратно. Они заявили о себе, как о волхвах, с них начнется спрос, как с волхвов. И естественно, что уже сейчас происходят процессы, ну, показывающие, наглядно показывающие, что влияние вот этих волхвов сходит на нет. А вот будет прослойка, создана прослойка тех, кто находится впереди этого процесса, во главе его, можно сказать. Не в том плане, что они его возглавляют, они просто идут впереди, подавая пример. И вот, получается, будет сформирован средний такой, что-то типа среднего класса, знаете, вот действительно круг таких магов, волшебников, можно сказать, эзотериков, которые соединят эзотерические, магические технологии, которые есть в современном мире магов, с духовно-нравственным стержнем, который есть в славянском мире. И вот когда это произойдет, когда это случится, создастся новая сила, духовная сила. Потому что славяне сейчас духовно-нравственно чисты, можно сказать, но технологиями не владеют. И есть другие люди, которые владеют технологиями, но у которых они слабо получаются, по причине того, что у них нравственное стержень не стоит во главе угла. Когда произойдет слияние этих двух аспектов, позитивного момента, из славянской духовной культуры, с эзотерикой, вот тогда родится новая общность. И тогда те люди, кто сейчас не развиваются или деградируют, они будут по-другому относиться к славянскому миру сейчас. То есть сейчас можно до сих пор еще инерционно осталось, что славяне это секта. Это Анастасия, тоже это секта, Коба, это секта, ну концепция общественной безопасности. То есть, ну все это сектанты, безусловно, все сектанты. Почему? Даже вот если поехать сейчас просто в деревню, сам факт того, что человек не пьет, это он сектант. Если он еще и волосы себе отрастил длинные, то что все, это уже колдун сразу. Понимаете? Но это по глухим деревням. В городах не такое. В городах длинноволосых часто принимают за музыкантов, на своем примере могу сказать, или там за священников постоянно. Ну ладно. Но когда узнают о славянстве люди простые, которые вне нашего круга, они воспринимают это как очередную секту. Да, да. Очередная секта, там, типа, на, вы такие же, наверное, как свидетели Иеговы, как там адвентисты, пятидесятники, не хочу никого видеть, но просто вот в народе вот такое. Секта, ну, очередная секта, ну, какая нам разница, какая секта. Главное, что это секта. Когда произойдет вот этот переход с влияния славянского мира с миром эзотериков, парапсихологов, генеологов, вот тогда отношения поменяются. Потому что это наш круг, который расширится в будущем и углубится тоже в будущем. Тогда этот круг будет восприниматься как, ну, может быть, это звучит, конечно, слишком по-сказочному и по-наимному, по-ската, но он будет восприниматься действительно как мир волшебника. Потому что возможности людей, кто будут в этом кругу, и мера их понимания, уровень осознанности, будут значительно превосходить тех, кто сейчас деградирует. Это элементарный прогноз, потому что те, кто развиваются, продолжают развиваться, и шаг за шагом становятся выше. Те, кто деградирует, шаг за шагом становятся ниже. И, естественно, что происходит удвоение скоростей. То есть, когда эта разница станет весьма ощутимой, вот эта прослойка перестанет восприниматься как сектантская прослойка, или как прослойка представителей очередной субкультуры. Учитывая, что некоторые представители славянского мира до сих пор проходят стадию субкультуры, то есть, они воспринимают славянство как субкультуру одной из многих, просто они сами этого не понимают, но поведенческий шаблон как субкультура, то со временем и сектантское представление, и субкультурное представление в славянском мире уйдет, когда в славянский мир придут магические технологии, которые у представителей славянского мира будут получаться намного лучше, чем у представителей мира эзотерического по той причине, повторюсь, что славяне все эти годы, десятилетия прорабатывали ступенька за ступенькой, они шли спиртное, сигареты, мясо, потом будет дальше. То есть, это все не, знаете, это все не идеализм, это не иллюзии какие-то, нет, это будет, это элементарный прогноз. Если мы сопоставим реальный потенциал, а главное, сопоставим этот потенциал с желаемой степенью его реализации, ничто во Вселенной не препятствует восхождению Духа, кроме неба, самому. А дети этой категории, они же могут уехать в сторону? Могут уехать в сторону, безусловно. Но, если будет идти духовное развитие, то все меньше, те будут подходить в сторону. Наоборот, дети, тех людей, которые деградируют, будут приходить сюда и тем самым вытягивать своих родителей. Надо понимать, почему дети отходят в сторону от духовно развивающихся родителей. Они отходят в сторону чаще всего, не во всех случаях, но во многих, можно сказать, в подавляющем большинстве случаев, они отходят по той причине, если они не видят, не чувствуют, точнее, уверенности в своих родителях, правильности выбранного пути. То есть, надо понимать, когда человек идет по какому-то пути, духовному пути, нужно какое-то время, чтобы этот путь, ну как, проник в глубины подсознания, чтобы в подсознании возник лад. Из-за того, что человек выбрал из себя этот путь и по нему идет. И, надо понимать, когда человек, допустим, перешел в славянский мир, потому что его тянуло, какая-то часть подсознания все равно будет этому сопротивляться. Потому что подсознание, наша психика инерционна. И любые повороты, особенно, если резкие повороты, а наши люди лихачат на поворотах, как я уже говорил, то возникает какая-то внутренняя реакция. То есть, возникает реакция психики, сопротивления. Пусть этот момент будет, пусть малая часть подсознания будет сопротивляться, но, если есть сопротивление, а оно и есть на начальном этапе, то внутреннего лада нету. Есть разлад. И на энергетическом уровне это чувствуется. Родители пытаются привить своему ребенку что-то, а он чувствует, что родители сами в этом не уверены. И вполне естественно, что происходит отход. И это, конечно, предельно общая характеристика, но надо накладывать на конкретно каждый случай. И естественно, что поскольку в славянском мире очень силен элемент родовых традиций, то вполне естественно, что вот эти наработки вот этого, можно сказать, волшебного сообщества, они будут передаваться из поколения в поколение. Ради них, собственно, и живем. Ради детей потом. Поэтому вполне естественно, что наоборот ожидаемая тенденция перелома того, что вот сейчас непонимание между родителями несерьезное. Но если мы будем продолжать духовно работать над собой, то произойдет наоборот не то, что дети будут оставаться в этом направлении, и идти дальше развивать его вместе с нами, но и представители других родов, которые их деградируют. Их боги-покровители будут посылать им, этим родам, те души, которые духовно будут тянуться вот в это сообщество, для того, чтобы они остановили упадок этих родов. Поэтому наоборот, что данное сообщество будет наоборот пополняться за счет молодых людей в основном преимущественно. Так же, как и сейчас пополняется преимущественно за счет молодых людей, которые приходят в славянство, но если мы берем духовный аспект славянства. При этом, обратите внимание, сейчас рождаются много детей индига, и нужно какое-то время, чтобы они взрастились и начали осуществлять переход с земли в новое энергоинформационное пространство. Пока что это дети, которым 5, может, 8 лет. То есть, надо, чтобы прошло еще несколько десятилетий, прежде чем вот это поколение вступит в свою фазу. И вот как раз та прослойка, о которой я говорил, можно сказать, средний класс, что-то среднее между желаемым жречеством, каким оно по факту должно быть, и простым среднестатистическим славянином, так сказать, то вот эта прослойка как раз будет осуществлять направление движения славянского мира, поддерживать его до той поры, пока рождающиеся дети индига не взрастятся и не подготовятся к тому, чтобы начать исполнять свое жизненное предназначение и переводить планету в другое энергоинформационное пространство, в эпоху Волка. И если сейчас даже общаться с детьми индига, мне жизнь подарила такую возможность, то я вам хочу сказать, что эти дети знают очень много и они помнят многие моменты из своих прошлых жизней. И там сразу говорят они, что у Земли было три луны сразу. Две из них были уничтожены искусственно. То есть их семьи не связаны никак ни с ингрингами, ни с этими с летописи страны Арии. Нет. Просто обычная семья. Дети сразу говорят, было три луны. Ну просто как пример. Названия могут разниться, но это несущественно. То есть надо понимать, вот эти книжные знания будут находить подтверждения в эзотерических наработках других народов. и потом они будут находить подтверждение или же опровержение по мере расширения меры понимания уровня осознанности представителей славянского мира и вот этого более широкого, можно сказать, волшебного сообщества, когда они смогут считывать информацию напрямую с энергоинформационного пространства и раздания. Это грядет, это, чтобы вы знали, вот это линия грядущего. на эту линию грядущего можно накладывать линию своего собственного будущего. Я надеюсь, что наше сегодняшнее занятие помогло вам, в чем-то помогло вам найти взаимосвязь вот этих двух направлений эзотерики, неологии, пропсихологии с одной стороны и славянского направления с другой. В славянском направлении, ну как, потихоньку эзотерический момент, конечно, снова присутствует во всех школах, но Асгардское духовное училище, по-моему, субъективному мнению представлению, там эзотерическая глубина достаточно большая, поэтому его можно порекомендовать к самостоятельному изучению. Везде есть какие-то полезные моменты, поэтому я искренне советую не зацикливаться на славянское направление и усиливать в себе меру понимания эзотерики но не перенимать поведенческий шаблон самих эзотериков по той причине, что славяне пошли чуть дальше. Так, на всем, я думаю, наше занятие сегодня следует завершать. Я благодарю вас за внимание и увидимся в следующий раз. в следующий раз. Спасибо.